Музыка Внутренний интерьер особняка восстановили по акварельным картинам польского врача Владислава Загорского. Долгие годы, проведенные в Челябинске, нашли отражение и в мемуарах лекаря. С его родного языка глава столицы Южного Урала перевел один из хранителей фондов. Говорит, нашел рукописи три года назад, но полноценно выполнить работу удалось на самоизоляции. Очень подробное, допустим, описание челябинской тюрьмы, старой еще, которая на площади революции нынешней стояла. Тоже были какие-то воспоминания, какие-то описания, но здесь это наиболее подробно. Рукописи Загорского сопровождались иллюстрациями. Открытки, фотографии, письма и акварельные рисунки с видами Челябинска 19 века. Тоже авторство Загорского. Здесь можно видеть и панораму Челябинска, и вид Челябинской больницы, в которой он работал, и разные, например, разные дома, в которых он жил, в городе Челябинске. Дом Покровских вернулся в городскую среду и получил новую жизнь. Все работы музей выполнил за счет собственных средств. Вот эти билеты, как мы уже говорили, вот ими обклеено все, это, так сказать, вот эта мебель, это все-все-все, это 100% только билеты. И вклад физический, да, наших сотрудников, которых здесь было много, вне зависимости от своей должности, от своих там заслуг каких-то в чем-то другом, вот либо молоток, либо мастерок, либо гвоздь, либо тряпка, так сказать, и вот сюда. Восстановить удалось пока только первый этаж. В планах провести ремонт наверху.